Мы находимся в селе Троицкое. От своего начальства я получил такое поручение разобраться вот с этим письмом. Инженерными изысканиями, проектными работами по ремонту дорог и улиц на улице Матросова в Троицком и улица Кленовая. И они пишут, что на этом участке обнаружили лог, ручей без названия или перепуск. Предположительно, это канал от мелиоративной системы, частично пересекаемый в летнее время. И просят дать разъяснения и рекомендации, надо ли заказывать в этом случае репхоз характеристику данного ручья и дальнейшую оценку воздействия на водные ресурсы. Вот наша цель посмотреть, есть ли здесь что живое, и этот ручей, видимо, надо будет назначать. Нормальное обследование, так же, как запрос в этом письме. Вот это нитраты. Показывает, ну, почти минимальное, но сейчас немножко есть. Может быть, на глазок так 0,2 миллиграмма на литр. Вот это нитриты. Здесь тоже немного, может быть, около 0,3 миллиграмма на литр. То есть органические загрязнения эти тесты не показывают. Таких ярко выраженных, опасных, таких, как на очистных сооружениях города Южно-Сахаринска. Так, а теперь попробуем взять какие-то организмы для биоиндикации. Ну, в частности, в прошлый раз я видел здесь каких-то рыбок. Вот сейчас попробую их поймать. Есть! Ой-ой-ой! Гальян! Давайте рассмотрим, что за рыба. Очень интересно. Гальяны и колюшки девятииглые. Очень много вот таких вот домиков. Видимо, мелкие ручейники. Мы возьмем посмотреть, что это за вид. Ну, под каждым камнем вот такой набор довольно богатый. Видимо, это более толерантный к качеству воды, чем наши ручейники из наших лососевых рек. Село Троицка. Район, улица Центральная, дом 40. А здесь прямо из-под дома вытекает ручей. Как бы видно, что родниковый ручей. Очень хорошая питьевая вода. И видно, что здесь даже не один поток. А он еще есть. Сочится слабее. Вот. Ну, однако, когда-то он был хороший, а сейчас за ним не следят. Вот. И Мария Николаевна Гладышева, учитель школы номер пять села Троицкого, может сказать по этому поводу. Пожалуйста. Да, я этот ручей помню столько, сколько себя. Когда я еще даже в школе не училась, мы бегали сюда с детьми на ручей играть. Ловили рыбки, рачков ловили. Тут еще были рачки. Сейчас вот не вижу. До сих пор ручей течет, но вот он немножко в плачевное состояние пришел. Лес, который был вокруг, вырубили. Осталось тут маленький кусочек. Ну, заболоченность. Такая сильная наблюдается. И что вы предполагаете делать с этим ручьем? Хорошо было бы его облагородить. Ну, прежде всего, очистить, конечно, от бытового мусора и сделать выводные каналы такие, чтобы люди ими пользовались бы свободно. У нас все гонятся за чистой водой. Возможно, вот она, чистая вода, у нас под ногами, можно сказать. Мы на нее внимания не обращаем. Так что, все претензии к очистным снимаются, но ищутся другие источники. Вот, например, выше, в канале выше этого выпуска, стоячая, но грязная. Может быть, она была еще с прошлых лет такая. Ниже. Разбавляется вот этой, которая с очистных, но очевидно, что здесь был очень толстый слой загрязнителя. В этом удивительном месте сложилось все. И по проекту, который мне заказывала государственная служба, сделали рыбхоз характеристику и оценку воздействия на окружающую среду. И применили множество методов отловы рыб, сборы на биоиндикации, химические анализы. Искали нерестилища и загрязнители. В конце концов, выяснили, что очистные сооружения канализации в селе хорошо работают. Некоторые загадки помогли разгадать эксперты, специалисты из сети «Живая вода». Разобрали с помощью местного учителя историю ручья, как он был раньше. Удалось создать детскую группу по усыновлению ручья и даже написать грантовую заявку. Вот это все в одном проекте. И мы здесь были три раза. Полностью отработали. Считаем это очень успешным проектом.